Привет дорогие друзья, снова с вами Зомберус. Недавно в Тундре появился мною желанный бронеавтомобиль БА-11, который можно получить в режиме мировой войны. Как по мне, это идеальный повод для сравнения бронеавтомобилей первого ранга в рамках моих имхошных рейтингов. Поэтому, представляю вашему вниманию, мой личный рейтинг бронеавтомобилей первого ранга от худших к лучшему. И сразу скажу, если вы со мной не согласны, то, пожалуйста, не горите, а пишите свой вариант данного рейтинга в комментариях под видео. Ну а также влепите царский лайк, сделайте репост этого видео и предлагайте темы для рейтингов по Тундре, опять же, в комментариях. И сразу скажу, в этом рейтинге не будет зенитных бронеавтомобилей, только те, которые ориентированы на борьбу с танками. Поэтому их всего 7 штук. Седьмое место. Лучший из худших французов первого ранга. AMD 35 ядра. Этот бронеавтомобиль совершил революцию в первом ранге Франции, ведь теперь можно не страдать на резервах этой гордой и хлебной страны. Почему так? Ну, спасибо, можно сказать, пушке, которая может пробивать противника, и скорости передвижения. Скорость – это главная беда ранних французов. AMD может спокойно влетать на острие атаки на уровне БТ-5. Ну а теперь, почему я его считаю славом? Я бы не сказал бы, что он прям худший. Но его пушка и размеры у меня вызывают вопрос. Пушка 25 мм с хорошим пробитием. 68 мм на сотке и 56 мм на дистанции в 500 метров. Снаряды сплошные, а значит, заброневое слабо. И на фоне других бронеавтомобилей – никакие. Справедливости ради, скорость поворота башни у нас 20 градусов в секунду. И это неплохо. Почему размеры смущает? AMD выглядит как гигантский сельский туалет на колесах от Бигфута. Заметить этот французский шкаф очень легко. И это играет очень злую шутку, особенно на картах с открытой местностью. Тачка приемлемая, но что французам на первом ранге хорошо, то всем остальным смерть. Шестое место – неожиданно Марк 2. Даймлер Марк 2. Этот брит умеет удивлять. С момента прошлого рейтинга по бронеавтомобилям много воды утекло. И я с удивлением обнаружил, что ему выдали каморный снаряд с неплохим пробитием 62 на сотке 49 мм на дистанции в 500 метров. И с этим каморником стало веселее. Но старые проблемы остались. Этот Марк все время норовит, нет, не намотаться на стол, а перевернуться из-за короткой базы. А так этот Марк не боится столбов. Но главная претензия – его легко перекрутить, так как скорость поворота башни – 15 метров в секунду, а медленно. Меня тут Ба-11 поймало на ошибки и перекрутило. Еще одна проблема – это компоновка экипажа. Один выстрел в сферу, к которой прикручены сами колеса, он смертелен. Но каким-то чудом я тут недавно пережил попадание очереди из Т-60. Это было какое-то чудо. Надо будет еще покатать на Марке и до конца вкусить этот каморный снаряд. И сделать отдельное видео. Но в целом с ним стало чуть лучше, но все равно Марк 2 я не люблю. А так для бритов не самая крутая тачка первого ранга. Хотя, может быть, я и не прав. Пятое место – АВ-41. Этот итальянский бронеавтомобиль очень странный. Начнем с того, что это единственный бронеавтомобиль с автопушкой в этом рейтинге. И, по идее, автопушки на первом ранге тащат. Но не в случае с итальянцами, потому что они тащат только после прокачки немецкой ленты, которая анлок финального ранга прокачки. Поэтому в начале покатушек на АВ-41 вы будете немного страдать из-за итальянских лент. А вот с немецкой – катать одно удовольствие. Второй неприятный момент – это скорость передвижения вперед. Но очень странный. Разгон вялый, и машинка не шибко быстрая. Вот назад она сдает прям хорошо. Это не относится, кстати, к тем футажам, которые вы видите на экране. Потому что со мной произошла типичная тундра. Меня постоянно кидало то в снег, то в песок. О бронеавтомобиле в таком случае говорят. Я не люблю песок. Он грубый. Жесткий. Неприятный. Он проникает по всему. В общем, с немецкой лентой довольно интересный автомобиль, но есть тачки поинтереснее и по фанове. Например, четвертое место – SDKFZ221. Я считаю эту тачку на любителя. Я уважаю фанатов 221-го, но лично мне он не по душе. Тачка крутая и напоминает интервеншн. Адская снайперская винтовка, которая может долбить на всю карту, при этом без сильного буллет-дропа, так как снаряд по скорости подобен ломам 6-7 ран. Скорость полета снаряд 1400 метров в секунду. Пробитие – мое почтение. 94 мм на сотке и 66 мм на 500 метрах. Но снаряд маленький и подкалиберный. Мощи у нее никак у 3БМ-42, поэтому нужно выцеливать уязвимые точки из экипажа. Но главный минус этой тачки – живучесть, что меня больше всего раздражает. Два члена экипажа, и один торчит из комбашин, и один точно выстрел из пулемета, и отлет в ангар. Но если вы фанат 6-7 ранга, то аппарат для вас. Засел а-ля прайс, и... Вижу, цель, идентификация, имран Захаев. Сейчас или никогда, огонь! Цель уничтожена. Кажется, ты ему руку оторвал. Шок и потеря крылья, забьют. Черт, я не могу спеть. Огонь по вертолету, так мы выиграем время. Третье место, СДКФЗ-234-3. Пума. Тачка легенды и первопроходец противотанковых бронеавтомобилей. Пасная и быстрая, с приводом 8х8. Мечта. И, наверное, один из самых комфортных бронеавтомобилей Тундры. Это относится как к обычной, так и к альфе, и даже к окурку. Лично для меня окурок кажется более сложной тачкой, так как одно дело иметь подобную пушку на втором ранге, а другое дело гонять с окурком на первом. Из-за того, что немецкий ум умудрился влепить окурок в Пуму, этому уму пришлось сделать открытую рубку. Открытая рубка Пумы окурка без помадки страдает из-за главного гонщика. Доминика Торетта от мира танков, БТ-7. Которая может два счета закрутить этот шикарный немецкий аппарат и отправить его в ангар. Наверное, это главная причина, по которой Пума в этом рейтинге у меня получает бронзовую медаль. А еще нет пулеметика. Но если на вашем пути нет БТ-7, то тачка чистый огонь. Пробития много, так как кумоль на сотку, который разбирает, по-моему, вообще все, что может встретить. Хотя и каморный снаряд хороший. Но главное в Пуме это скорость, динамика разгона и проходимость. Пума, наверное, комфортнее большинства авто из этого рейтинга передвигается по всякого рода пескам и снегам. Но не лучше любого танка. Второе место М8 Грейхаунд. Этот автомобиль, который доступен Мурике и Китаю. И честно, единственная характеристика, которую я могу дать, это злобный карлик. Почему он лучше той же Пумы? Потому что он двуствольный. Ну, помимо неплохой 37-мм пушки со сплошными снарядами. У восьмерки есть браунинг, который для первого ранга по факту как полноценное орудие. Уничтожающее абсолютно все на своем пути. И при этом М8 маленький и очень быстрый, спокойно влетает в тыл и начинает устраивать чистый апокалипсис на колесах. Простите, это не апокалипсис, это кармагеддон. Я не умею в юмор. Минусов у этого американца тупо нет. Он резерв, который гнет абсолютно все, если вы играете за Китай. И примак, если вы играете за Мурику. Много противников зажал из браунинга и победил. Я больше не знаю, что сказать про М8. Просто попробуйте, если не играть на нем. И первое место. БТ-7 от мира колес. БА-11. Новинка тундры оказалась чуть ли не заменой знаменитого БТ-7 на первом ранге. Башка очень похожа на своего танкового собрата. Тут и идеальная пушка для первого ранга 20к с ее ультимативным каморником. Тут и отличная скорость 54 км в час. Да, заявленная скорость в карточке соответствует реальности. Он разгоняется до 54 км в час везде, кроме песка, наверное, и снега. Броня на уровне БТ-7, хотя есть и краны из гуслия. Плюс я тут недавно с Даймлера долбанул прям в капот. И получил рикошет. Тачка едет хорошо. Если не пытаться влезть на горку по песку или снегу, ну это проблема всех бронеавтомобилей, вы не испытаете никаких дискомфортных чувств, используя БА-11. Если рассматривать минусы, то он один. По динамике БА-11 немного сдает БТ-7. Я даже устроил дракрейс, и БТ-7 быстрее разгоняется. Но в целом скорость-то у них одинаковая, и они едут одинаково. Хотя мне кажется, что для бронеавтомобиля нормально, что он медленнее танка. Одиннадцатый играется и гнет точно так же, как БТ-7. Честно, я ожидал, что он будет хуже, будет более слабым с точки зрения передвижения, скорости и маневренности. Но нет, довольно комфортный бронеавтомобиль. Да, слабее разгоняется, но когда наберешь тридцаточку, БА-11 начинает уходить в космос. И при этом довольно хорошо держит свою скорость. Можно спокойно лавировать, лавировать перед вражескими танками. Если вы фанат быстрого кеймплея с залетом в тыл противника, то БА-11 это идеал для советов. Ну и конечно же, это первый советский бронеавтомобиль, а мы типа в Тундре, Сталиум, все дела. Просто это реально комфортный бронеавтомобиль. Ну а думаю, на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что вы смотрели это видео. Ставьте лайки, предлагайте темы для рейтинга. Если со мной не согласны, пишите свой рейтинг, опять же, в комментариях. Увидимся на поле боя, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok